Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наше занятие, и тема, которая будет раскрыта сегодня, — это художественная культура Древнего Рима. Начнём мы традиционно с определения хронологических рамок и с определения основных особенностей. Отметим, что периодизация, которая представлена перед вами на слайде, древнеримская культура, состоит из следующих этапов. Первый период — это период VIII-VII веков до н.э. Второй период — это период царский, период, который частично совпадает с первым этапом, время с VIII по VI века до н.э. Есть более чёткие хронологические рамки с 753 по 510 года до н.э. Обращаю ваше внимание, что для ранних этапов, для первобытной культуры, для культуры Древнего Мира, для культуры античности, конечно, такая строгая точность в наименовании конкретных дат, она не всегда требуется. Важно понимать общую логику развития и хотя бы ориентироваться в веках, к которым относится то или иное произведение или тот или иной период историко-культурного развития. Третий период — это период республиканский с V по I века до н.э., с 509 по XXVII года, если быть точнее. И заключительный этап — это четвёртый период, период имперского Рима с I по V века н.э. То есть с XXVII года до н.э. и включая 476 год уже н.э. Отметим, что данная периодизация очень тесно связана именно с историей античного Рима, поэтому, конечно, здесь следует учитывать эту особенность. И также отметим, что в данной периодизации, которая связана с сменой каких-то культурных эпох, мы опустили ряд важных для исторического процесса явлений, например, период принципата Августа, который считается такой переходной формой от республики к империи. Поэтому здесь, в данном случае, для истории и культуры позволили себе такую вот некоторую вольность. Теперь кратко разберём основные особенности, которые свойственны для древнеримской художественной культуры, конечно, в основном по отношению к античной Греции, потому что традиционно принято рассматривать культуру античности в виде двух вот этих крупных явлений — древнегреческая и древнеримская традиция. Так вот, в отличие от древнегреческой традиции, которая была более пластичная, более образная, древнеримское художественное творчество имело больший рациональный характер. Это находило воплощение в памятниках архитектуры, в памятниках изобразительного искусства и даже в памятниках литературы, потому что одним из наиболее ярких и известных явлений древнеримского литературного творчества является римское право, которое отмечено высокой степенью рационализма, четкостью, логичностью и такой структурой, которая позволяет до сих пор изучать его как феномен, даже в рамках юридического образования. Рациональный характер и рационализм — это первая особенность, которая важна. Второй момент, на который следует обратить внимание, — это официальный и триумфальный характер искусства. То есть темы, которые позволяли в большей степени говорить о значении государства, прославлять ту или иную государственную личность или в целом говорить о актуальных для древнеримского общества добродетелях, таких как верность идеалам того города, того государства, где жил римлянин. Это, конечно, очень важный аспект, потому что для республиканской эпохи это проявлялось в тематическом спектре, в некоторых художественных качествах. Для периода императорского Рима эта особенность раскрывается иногда в чрезмерной пышности, чрезмерной помпезности. Если говорить о произведениях изобразительного искусства и архитектуры в литературе, период императорского Рима будет характерен прославлениями, панагириками в честь императора, по крайней мере, на одном из этапов его существования. Следующая особенность, которую мы отмечаем, — это масштаб территории и влияние художественной традиции, то есть искусство провинций. Древнеримская империя традиционно является недостижимым зачастую образом величия, могущества, потому что в периоды своего расцвета её территории простирались от Британских морей до Северной Африки, Малоазийских территорий. Поэтому, естественно, обилие источников культуры, обилие художественных традиций было необычайно велико. И Древний Рим, как митрополия, он это аккумулировал, продавал этому вот такой чёткий рациональный характер, эталонный, где-то такой немножко стандартизированный. Однако источники были весьма многообразны. Ещё один важный момент, на который следует обратить ваше внимание, это значение греческой художественной традиции. Дело в том, что когда Древний Рим как государство завоёвывает часть греческих территорий, по образному высказыванию одного из современников, Рим был завоёван греческой культурой, потому что происходит перевод текстов. Римляне знакомятся с наследием греческого искусства более близко, они выполняют копии греческих статуй, они воспринимают какие-то декоративные аспекты, например, используют как элементы украшения части древнегреческого архитектурного ордера. И вот этот процесс позволяет выявлять именно греческий компонент как один из наиболее интересных, как один из наиболее сложных в контексте древнеримского художественного творчества. Хотя, конечно, и собственные такие оригинальные источники были у тех народов, которые населяли Апеннинский полуостров. Сейчас мы с вами перейдём к краткой характеристике произведений, которые создавались в эти разные исторические периоды. Начнём с древнейшего этапа, с произведений этруской культуры. Отметим, что в это время создаются и архитектурные сооружения. Чаще всего речь идёт о некрополях, в частности, некрополь в черветере – это один из таких характерных образцов. И также скажем, что в рамках изобразительного искусства, кроме росписи в этот русский гробниц, это племя традиционно славилось как мастера по художественной обработке металла. То есть литьё из бронзы становится таким образом одним из наиболее ярко узнаваемых и характерных видов декоративно-прикладного искусства, о котором можно вести речь. Вот перед вами на слайде изображение капиталистской волчицы. Это более поздняя копия. Однако оригинал был создан как раз в рамках этруской культуры. По легенде, одним из этрусских мастеров, скульптор, которого звали Вулка. Данный образец пластики является очень важным для древнеримской культуры, потому что кроме того, что это шедевр скульптуры, кроме того, что это шедевр обработки металла, это ещё и памятник, который посвящён легенде об основании Рима. Легенда гласит о двух братьях-близнецах, Ромуле и Реме, их родственникам, которые имел партизание на престол, были брошены на произвол судьбы, однако их подобрала и вскормила волчица. И таким образом этот символ становится примером такого аллегорического восприятия и аллегорической трактовки этой легенды. Фигуры близнецов, которые здесь изображены на картинке, они тоже являются более поздним дополнением. Первоначально эта реликвия, которая напоминала легенду о создании Рима, она этого дополнения не имела. Также отметим, что этрусские мастера, архитекторы, они уже имели свою систему светской архитектуры, то есть строили города с развитыми коммуникациями, поэтому этот аспект тоже, конечно, был воспринят в дальнейшем в рамках римского зодчества. Отметим, что для более поздних периодов, для республиканского, для императорского, таким центром жизни для любого римского города была главная площадь или система площадей. Это так называемые форумы. Один из наиболее известных форумов — это римский форум, форум Романум. Изображение, которое представлено перед вами, — это форум Трояна. Форум Трояна, который был сконструирован во II веке, здесь вели король архитектора Аполлодора Дамаскова. Это последний императорский форум, который является самым пышным из всех, которые создавались в Риме. Он подчеркнуто строгий. Тут присутствует высокая степень парадности. Мы с вами встречаем такие образцы, как, например, колонна Трояна, образец именно такой триумфальной архитектуры. На форум вела триумфальная арка. Двор был окружен колоннадой, фрагменты которой сохранились до современности. То есть моменты, которые мы назвали, и рационализм с одной стороны, и с другой стороны интерес к триумфальности, к помпезности, в полной мере представлены на данном изображении. И продолжая тему о триумфальном характере, скажем, что, конечно, триумфальные арки — это тот пример архитектуры, который четко ассоциируется у каждого человека с древнеримской культурой. В дальнейшем по образцу римских арок создавались такие же сооружения уже в период Нового времени. А вот перед вами образец такого сооружения. Это арка Тита, которая была расположена на древней священной дороге Виасакра и построена была в память о взятии Иерусалима в 70-м году н.э. Отметим, что данный образец, во-первых, демонстрирует то, что римляне, в отличие от греков, были знакомы с арочной конструкцией. Если древнегреческая архитектура работала только со стоечно-балочной схемой, то древние римляне уже научились выкладывать арку. Это тоже очень важный момент, потому что он говорит о необычайном шаге вперёд именно с точки зрения развития инженерной мысли. А в целом отметим, что данное сооружение выполнено из мрамора, однако древние римляне разработали уже состав, который примерно похож на современный бетон. Это, конечно, давало им большие возможности создавать и произведения большего масштаба, и делать это более быстро. Арка Тита имеет не только значение как образец архитектуры, а также это пример и скульптуры, потому что она декорирована рельефными композициями, которые изображают римскую армию, которая победоносно возвращается из этого похода. Поскольку для понимания римской культуры мы отметили официальный характер, следует сказать и о других общественных сооружениях, которые тоже были широко распространены в период Древнеримской империи. Речь идёт об амфитеатрах. Амфитеатры — это грандиозные сооружения, которые использовались для общественных представлений, для боёв гладиаторов или для показательных казней христиан уже в период христианского Рима. И наиболее узнаваемым примером, который расположен в Риме, такого рода памятников является Колизей. Грандиозный амфитеатр, который был рассчитан на 50 тысяч зрителей, он был построен в конце I века н.э. — это амфитеатр Флавиев. И данное сооружение представляло собой образец архитектуры, образец инженерной мысли, потому что, несмотря на грандиозные масштабы, для того чтобы защитить зрителей от зноя или от дождя, этот амфитеатр полностью перекрывался такой специальной крышей. Его грандиозные масштабы, они, тем не менее, не создали ощущение какой-то расплывчатости, какой-то атиктоничности, наоборот. А благодаря ритму арок, которые составляют основу для композиции этого сооружения, наоборот, памятник воспринимается очень пластично, очень собрано. Упругий ритм этих арочных проёмов подчёркивает эти названные качества. Инженерная структура, инженерное устройство было выполнено на таком уровне, что Колизей мог использоваться и как арена, и также там могли даже проводиться водные бои. И таким образом зрелищность, показательность тоже были здесь достигнуты в полной мере, что, в общем-то, отражало ход развития римской истории в определённый этап своей эволюции, когда вот эта известная поговорка «хлеба и зрелищ» находит такое воплощение в произведениях архитектуры и изобразительного искусства. Римляне по своим религиозным представлениям были язычниками, поэтому, естественно, что кроме гробниц, как образцов такой вот религиозной архитектуры создавались и храмы. И здесь, конечно, стоит назвать сооружение, которое было построено в начале II века, это пантеон, храм всех богов, архитектором которого выступил Аполлодор Дамаски, которого мы уже назвали. И данное сооружение было посвящено всем богам, которые на тот момент времени были известны в империи. То есть это была такая попытка консолидировать прежнюю религию языческую и сделать её способной противостоять той христианской идеологии, которая, конечно, подрывала устои государственной власти. В данном случае мы видим, что пантеон – это цилиндрическая постройка, круглая в плане, с пристроенными к ней монументальным колонным портиком из гранита. Купол выполнен из бетона, и его масса достигает 46 тонн. До XIX века это был самый большой объект такого рода. И также отметим, что для последующей истории искусства пантеон сыграл очень большую роль. Многие архитекторы, например, Филиппо Брунеллеске, создавая свои шедевры, ориентировались в том числе и на данный памятник античной архитектуры. Скажем несколько слов об эволюции искусства изобразительного, в частности, скульптуры. И отметим, что одним из наиболее распространённых примеров в контексте изобразительного искусства для Древнего Рима становится скульптурный портрет. Связано это было с традициями почитания предков, то есть скульптом предков, который был популярен в Древнем Риме. То есть показатель знатности рода, показатель такой родовитости, он первоначально декларировался тем, что в домах было принято хранить погребальные маски. А первоначально они выполнялись из воска, однако воск материал не такой долговечный, поэтому потом они переводились в камень. Это одна из версий происхождения римского скульптурного портрета. Среди характеристик, которые связаны с данным видом изобразительного искусства, с данным жанром скульптуры, это, конечно, высокая степень детализации и натуралистичности. Даже если мы смотрим на образцы такие официальные, например, перед вами статуя Октавиана Августа, памятник начала I века нашей эры, который хранится в собрании Государственного Эрмитажа. Несмотря на официальный характер, Август представлен здесь в виде божества, тем не менее присутствует чёткое портретное сходство. Более того, мастера скульптуры передавали не только портретное сходство, они также достигали очень больших высот в плане психологической характеристики. Вот перед нами бюст Нерона, скульптурный портрет, который был создан во второй половине I века нашей эры. И здесь мастеру удаётся подчеркнуть сложность и противоречивость данного римского императора. И ещё один пример, который тоже интересно рассмотреть, это конная статуя Марка Аврелия. Это статуя, которая была выполнена из бронзы, и относится она уже ко второй половине II века нашей эры. Отметим, что Марк Аврелий здесь изображён как философ, как выдающийся не только государственный деятель, но и мыслитель, потому что, в общем и целом, он принадлежал к философской школе стоицизма и также является он автором известного сочинения, выполненного в контексте этой идеологии. Это «Наедине с собой». Статуя была выполнена из бронзы, ещё раз скажу. Первоначально она была позолочена и была установлена на склоне Капитолия. Напоминаю, что Рим — это город на семи холмах, и вот один из этих холмов, он имеет такое наименование. И важно значение данного памятника для истории мировой художественной культуры в том, что это практически единственная конная статуя, которая сохранилась с эпохи античности, потому что в средние века было представление о том, что эта статуя изображает равноапостольного Константина. Таким образом, этот пример скульптуры был сохранён, а прочие образцы могли быть уничтожены, потому что в контексте христианской идеологии идолопоклонства, поклонения статуям, оно, конечно, было недопустимо. Тем более, что жива была очень эта память о тех репрессиях, которые были реализованы против сторонников христианского вероучения, которые объявлялись государственными преступниками, потому что их вера не позволяла приносить жертвы императорам, что требовалось в контексте римских представлений. В дальнейшем эта статуя была перенесена на площадь, и уже в эпоху Возрождения ещё один выдающийся мастер — это архитектор, скульптор Микеланджело. Он придал ей законченную форму благодаря постаменту, который вы тоже можете на этом изображении видеть. Более поздние периоды развития Римской империи характеризуются нарастанием кризисных явлений, то есть империя начинает обороняться. Кризис был не только внешнеполитический, но и внутриполитический. Череда гражданских войн и конфликтов, она, конечно, способствовала нарастанию драматизма в рамках художественной культуры. Таким образом, заключительные этапы пронизаны ощущением сложности и противоречивости. В данном случае перед вами портрет Филиппа Араба, памятник середины III века н.э. тоже из собрания Государственного Эрмитажа. Он был одним из так называемых солдатских императоров, который пришёл к власти благодаря поддержке армии. В портрете даётся очень чёткая и лаконичная характеристика императора. Мы с вами видим о том, что он такой подозрительный, жестокий, властный. И мастер делает это с высокой степенью мастерства, тем более, что инструменты совершенствовались, усложнялись. В частности, появляется в широком применении бурав, и это, конечно, тоже способствовало изменению художественной формы. В завершение о развитии живописи в контексте древнеримской художественной культуры здесь отметим, что благодаря извержению Везувия у нас сохранилось достаточное количество изображений, которые позволили историкам искусства выстроить хронологическую последовательность, которая посвящена последовательной смене разнообразных стилей в живописи, так называемых стилей, которые связаны с помпеянскими фресками. Первый стиль, который называется инкрустационный, он в большей степени был связан с передачей фактуры поверхности. Второй стиль, он предполагал уже более сложную степень освоения пространства двухмерной плоскости стены. Стиль архитектурно-перспективный, где появляются уже не только изображения фактуры, но какие-то элементы, нарисованные полуколонны, карнизы и так далее. Третий стиль, орнаментальный, который формируется благодаря во многом восточным влияниям. И четвёртый помпеянский стиль, который завершает эволюцию живописи до определённого момента, который отмечен ещё большей степенью иллюзорности, ещё большей сложностью, и такими, например, изображениями, как изображение зеркала, в котором отражается несуществующий архитектурный элемент. То есть можно сказать о том, что предпосылки к трамплёям, к таким обманкам, которые будут актуальны для уже традиции последующих периодов, для барочной в частности, вот они были созданы также в контексте Древнего Рима. И росписи, которые вы можете видеть, они говорят о большом мастерстве, о развитии техники в контексте древнеримской художественной культуры. А в частности, один из таких наиболее известных памятников – это виллы Мистерий. Росписи виллы Мистерий, которые как раз являются образцом архитектурно-перспективного стиля. Тематика преимущественно связана с культовой составляющей, и поэтому здесь мы с вами можем встретить изображения разнообразных божеств, изображения каких-то сакральных церемоний, что тоже важно в контексте реконструкции бытовой культуры древнеримской традиции. Отметим в заключении о том, что названные особенности, с которых мы начали сегодняшнее занятие, они, конечно, прослеживаются в полной мере в каждой из этапов развития древнеримского искусства и в республиканский период, и в период расцвета империи, и в период поздней империи. Однако каждый раз они могут наполняться новым содержанием, какими-то новыми особенностями. И как раз понимание этих особенностей показывают глубину вашего знакомства с этой культурно-исторической эпохой. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok